здравствуйте люди предыдущие видео я загрузил для вас и сейчас уже поздняя ночь где-то больше часа ночи где-то около двух ближе к этому не могу уснуть прочитал некоторые комментарии люди как-то спорят кто-то говорит там я ошибаюсь заблуждаюсь вот честно хочу знаете говорить прежде чем комментировать посмотрите мои ролики я уже два года подряд все это излагаю у себя на канале да не перед кем вообще оправдываться не хочу но мне нет никакого вообще смысла врать врать людям ради какого-то хайпа или популярности или еще чего-то практически два года назад начале мая месяца ранним утром мне было откровение причем за моими плечами 20-летний опыт глубоко посвященная вера молитвенная жизнь служение пастырство всю жизнь верю в бога с детства прошел христианский путь хапнул и горя хапнул христианстве и радостные были моменты всегда молился иисусу любил его всю жизнь душой и сердцем много чего не понимал много было не отвеченных молитв там и всего остального но это не столь важно много было вопросов к ним причем всегда ощущал присутствие божье всегда в душе получал ответа но в один прекрасный день мне был дан ответ что это была женщина причем он или она как я и говорю она разговаривает со мной до сегодняшнего дня вы мне пишите евгений ты так хорошо библию нам объясняешь рассказываешь такого как ты нету нигде ну с такими знаниями да вот как ты библию рассказываешь как ты все показываешь так я два года и говорю это она мне показывает откровение которую вы слышите от меня на протяжении двух лет после встречи с ней все эти знания это она мне говорит она нам просто изменили историю нам из женщины из ведающей матери из воплощения любви нам написали что это был сын божий но это была мать богиня я уже излагал все это я не вру вам люди я вот как вот мне доказать вам что я вам не вру вот как можно доказать что я не вру я очень честно и открыты вообще перед вами всеми я не вру я не позволил бы себе я будучи глубоко убежденным христианином с 20-летним стажем так скажем веры да я всегда знал в евангелии говорится всякая неправда есть грех как я могу врать я не собираюсь врать людям потому что ложь вранье это дьявольская я всегда стараюсь сохранять свою совесть и честь и мне нет смысла вам врать конечно же она меня предупреждала она мне вообще сказала два года назад я до сих пор это помню она сказала что вообще за те знания которые я вам передаю в частности за то что я говорю что это была женщина она мне сразу сказала за это раньше убивали я стоял у меня вот слезы и я сказал мама я не предам тебя я не смогу тебя предать как как после вот этого после я не могу меня просто движет любовь к людям я в христианстве будучи пастором любил людей служил людям у меня нету никакого умысла кого-то обманывать но мне нечем вам доказать у меня нету доказательств того что я вам не вру мне просто нечем доказать все что я говорю просто говорю из души единственное что я вам советую если вы считаете там что я вам вру или я там все это выдумал поговорите сами с ней поговорите это была женщина это могла быть только мать потому что любовь во плоти было я уже показывал сотни примеров и доказательств из тех знаний опять же еще раз повторяю все знания которые вы от меня слышите это она мне дала она мне дала плюс на основании реинкарнации когда я у нее спросил она мне четко прямо это все на уровне души показала открыла я понимаю конечно сейчас я сижу здесь этой тихой ночью понятно что мне нет смысла повторять многие вещи кому надо те на канале все найдут пожалуйста посмотрите мой ролик называется что со мной произошло моя встреча с небесной матерью там я рассказываю все поэтапно поэтапно все рассказываю на канале очень много не ленитесь посмотрите я понимаю что есть новые подписчики когда я только начала всем этом говорить у меня было 17 тысяч подписчиков это два года назад все из них были христиане которым я от души и сердца служил и помогал когда я вышел на другой уровень богопонимания опять же после встречи с ней но опять же она и была всегда со мной просто я думал что это иисус мужчина я всегда его воспринимал как мужчина но это была женщина и за последние эти два года у меня на канале я не знаю там несколько десяток доказательств даже от моих зрителей от подписчиков которые находят разные так скажем подтверждения моему откровения не я нахожу не я они находят мне никакое подтверждение не надо потому что она со мной разговаривала и разговаривает я всю свою жизнь вижу она с детства со мной разговаривает с детства вы говорите что я в библию прекрасно излагаю так я еще раз повторяю это нет моего ума это просто от нее это ее знания которые она мне просто дает вот и все это все из моей души идет из моего сердца это это просто откровение это внутренняя вибрации не могу вам объяснить потому что многие из вас живут просто такой вот так скажем жизнью как сказать не хочу говорить не духовной ну не думайте вы привыкли мыслить шаблонами у вас все в голове мягко говоря перевернута но у меня точно также было это самая великая тайна за эту за это эти знания убивали убивали людей еще раз говорю я на свой страх и риск рискую своей жизнью и всем я говорю это в ю тубе вы вы чё не понимаете что ли что я реально рискую своей жизнью когда говорю о том что иисус христос это была женщина не просто жизнью понимаете там клевещут запугивают оскорбляют меня по всякому хотя я не оскорбляю людей но это была женщина для меня я никому не навязываю это моя вера я это мой жизненный путь это мой опыт мне жить с этим она мне дает знания она мне рассказывает многие вещи которые я не понимал все это все что она рассказывает мне я от души рассказываю вам причем я никого не запугиваю никому не навязываю самого себя никому не навязываю если вы считаете что я обманщик отпишитесь от меня отпишитесь от меня если вы думаете что я хайплю что мне нужна популярность или ваши деньги отпишитесь от меня не жертвуйте мне деньги отпишитесь от меня забудьте про меня зачем вы идете ко мне на канал я же вас не звал несколько тысяч христиан от меня отписалось два года назад. Было 15 тысяч. Но я просто продолжал рассказывать то, что она рассказывает мне. Спустя два года вас стало 100 тысяч. Я не звал никого. Я не хайплю себе на канал. И еще раз говорю, я не оправдываюсь. Я просто хочу быть честным. Я всегда был честным. И я понимаю, что так как я всегда был честным и искренним, поэтому она ко мне и пришла. Поэтому все так и открылось. Вы не понимаете даже в каком мире вы живете. Вы даже не понимаете, что здесь происходит. И еще не все я рассказываю, что она мне рассказывает. И она мне не все рассказывает, потому что я могу озвучить какие-то вещи. Я бы хотел пожить и дожить до старости. А вы, честно говоря, которые оскорбляют, еще что-то, посмотрите на себя, как бы вы на моем месте повели. А вы не на моем месте, потому что кто бы из вас смог бы говорить то, что я говорю? Кто бы смог? Подумайте, прежде чем писать всякое мне там гадость и дерьмо. Хотя я тут не пытаюсь вызывать к себе жалость. я благодарю, конечно, Мать Небесную за то, что... и она мне два года назад сказала, что эти знания будут разрастаться. А все больше и больше людей будут это видеть, понимать и осознавать. И за эти два года я оглядываюсь. Для меня это просто потрясающе. Люди начинают видеть и понимать. еще раз говорю, мне нечем вам доказать, что я вам не вру. Нечем. Нечем. Чем вам доказать? Вам что, справку принести? Я не знаю, от Папы Римского надо или что? Какие вам доказательства? Где мне? Что мне? В учебнике по истории вам найти? Я просто передаю знания. Я знаю, что я там был. Я там находился. В то время. Когда она была. И я вижу и понимаю, что художники под страхом смерти древние, которые изображали Иисуса Христа, вы же посмотрите на большинстве картин. Там женские черты лица, женские брови, женские глаза, лицо, женственные руки. Вот посмотрите, один очень умный комментатор написал. Он говорит, в Библии, в Евангелии написано, что Иисус был плотником, сыном плотника. То есть до 30 лет он работал плотником. Вы представляете, какие у плотника руки должны быть? Мужика руки должны быть мозолистые, работать с деревом, таскать дерево, бревна таскать. Но на всех картинах вы на руки Иисуса посмотрите, там руки не плотника. Руки не плотника. У плотника, который работает с деревом, держит молоток в руках, зубила там, пила, топор, понимаете, там бревна, которые мужик таскает постоянно. Там мозолистые руки будут, с венами будут руки от физической работы. Постоянно такой труд. А вы на иконах посмотрите, нам оставили ключики художники, потому что они также под страхом смерти, они просто боялись. Хотя у того же Леонардо, по-моему, по-моему, это Леонардо, я все путаю иногда. Спаситель мира, картину посмотрите, я уже тоже на канале показывал, там женщина. Да и много других картин, косвенно показывающих, что это была женщина. Много свидетельств людей после смерти клинической. За ними женщина приходит. Ну и не хочу я много повторяться. Все у меня есть на канале. Все, что она говорит мне, я говорю вам. Надо было бы быть, наверное, если бы я врал бы, это надо быть полным идиотом, дебилом и ненормальным, чтобы людям врать. Врать, ради чего врать, чтобы на тебя вот так клеветали и чтобы тебя где-нибудь прибили или еще что-нибудь тебе в жизни устроили. Я не вру вам, люди. Уже который раз говорю, да и нет смысла мне врать. Да и врать, обманывать людей, это не по мне. Это не моя часть, потому что перед вселенной, кого ты обманешь? Кого? Людей ради чего? Ради денег. Да нафиг они мне не нужны, эти деньги. Я бы жил бы и без них счастливо. Ради денег обманывать. Никогда я не был говном, которое обманывать будет людей ради денег. Никогда. Не дай Бог мне до такого опуститься. Я не тварь и не конченная мразь, которая ради денег будет обманывать людей. А уж поверьте, у меня в жизни столько было испытаний этими деньгами. И видит небо, что я не продал свою душу, честь и совесть. Не ради денег, не ради какой-то там славы непонятной, не ради чего. Понимаю, что многие там, может быть, из-за зависти пишут мне, даже пишут у меня подписчики ненастоящие, накрученные даже пишут. Даже это пишут. Всякие непонятные люди, блогеры, которые меня люди знать не знают. Но я-то и понимаю, с другой стороны, от меня даже здесь близкие мои отвернулись, люди верующие, которые вот в моем окружении, в городе, которые меня знали, в других городах, где я был. От меня все отвернулись, полностью все. И вы думаете, я стал, вы думаете, я себе придумал вот такое, зная, что от меня все отвернутся. Да это тупо. От меня отвернулись все, буквально. Все из моего окружения отвернулись от меня. потому что считают, что крыша у меня поехала, кто-то считает, что я обманываю. Ну, впрочем. С другой стороны, дорогие мои подписчики, я очень вам благодарен. Вокруг меня есть очень много вас тысячи добрых, светлых, порядочных людей. с некоторыми я даже часами по телефону разговариваю, когда звонят мне. Спасибо вам всем, люди, за вашу доброту и поддержку. Ну, а вы, я понимаю, вы имеете право во мне сомневаться, в моих знаниях. Я понимаю, мы живем в лживом мире. Я понимаю вас, люди, прекрасно, что вы мне там кто-то не доверяете. Я прекрасно понимаю, потому что, ну, мир лживый. Я сам по себе, я очень хочу доверять всем людям, абсолютно. Но я понимаю, что в этом мире так нельзя. Верить всем на слово. Поэтому я говорю вам, ну, смотрите просто по душе, по сердцу. Все, что я говорю. Если душа ваша чувствует, что я не обманываю, ну, замечательно. Если нет, уйдите с канала, я прошу вас. Просто уйдите, не мучайтесь и не оскорбляйтесь, как вы там думаете. Ну, вот как-то так. Ладно, пойду, загружу это видео. Даже обрабатывать не буду. Извините, что меня так не видно. Я просто сижу во дворе. Ночь. Освещение здесь слабое. Ну, вообще, такая тишина. идеальная птица поет. Ладно, всем спокойной ночи, если вы еще не спите. Я вам не вру. Видит Бог, видит Вселенная, видит Мать Небесная. Видят все ангелы, боги, богини, неважно. Я не вру. Я с чистой душой и сердцем перед Вселенной. Никому я не вру. давайте. Всем спокойной ночи и доброго утра. Субтитры предоставил DimaTorzok.